Атеист, значит, будет в аду с сатаной мучиться вечно. Ада и рая нет. Вам зачем это нужно? Три тысячи лет назад псалмопевец Давид в 13-м, 52-х псалмах написал. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Три тысячи лет назад. И вы в эту категорию себя записываете. Безумие. Почему, когда мне нужна была помощь в жизни и смерти, Бог не смог ничем помочь? Ну, и вы решили, что нужно помочь именно так, как вы надумали. Ну, один раз в жизни попросил. Вы сколько раз в жизни были при смерти, когда исповления нету, только умирать? Сколько раз? Ну, вот один раз. Один раз. Так это укрепить тебе должно было. Было так, когда один умер. И ангел говорит, вот видишь, когда ты обратился к Богу, покаялся, и там песок, они идут по берегу моря. Это я иду и с тобой. А потом он показывает это. Мне Бог не помог потом. Он показывает, один след идет. Он говорит, вот, вот тут меня бросил Бог. Я сказал, Бога нет. Он говорит, нет, это мой след. Я тебя на руках нес. Ты из немог, я тебя на руках нес. Поэтому один след. А он думал, что его бросили. Я был несколько раз при смерти. Прошел за слово Божье пять тюрем. Реабилитирован. Я только укреплялся в вере. И так и должно быть. Нет, так не должно быть. Ну, и все. Нужно в рулетке ждать, когда к тебе кто-то придет и поможет тебе. Блудится какая-то, падение тебя на рога. Если даже Бог есть, то тогда он злодей, скорее всего. Потому что все страдают, все... Вас как звать? Эдуард. Эдуард. Но это не христианское имя. Вот у нас один крестился. Его назвали Эдуарда Севастьян. Вот смотрите. Вот эта книга. Ей, этой книге, тысячи лет. Первая книга написана 3600 лет назад. А в ней, в переплете, в этом, 77 книг. И здесь сказано все. Как жить? Примириться со Христом. Что Иисус Христос умер за грехи людей. И Он может простить нас, чтобы жили по-другому. Духом Святым преобразит тебя Бог. И вы всю жизнь верите в Бога? Я верю, как написано. И в эту веру, вот по-христиански, по Евангелию, 57 лет назад я зашел, когда работал на корабле. А у вас есть семья? Я вам не нужен. Вам нужен Христос. У меня есть семья, у меня жена есть. Что вам это даст? У меня кошек, полудом, коровы, скотина. Вам что даст? Мы строим православную деревню. Это я к примеру говорю. Вам это не надо... Вам не надо это знать. Я темно назову, что... Я Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Что вам это даст? А вы бедно жили всю эту жизнь? Что говорите? Вы не богато жили всю эту жизнь? Богато, но решите сами. С фронта мой отец вернулся без руки. Вместе с матерью они не кончили полкласса. А в семье 10 ребятишек. 5 мальчиков, 5 девочек. И в деревне ничего не платят, ни рубля. Как мы жили? Вот коров пасли, корова оправится, дымится лепешка. Я ногами заскочу и жду, когда следующий оправится. Босиком. Холодно. И ни одного больного ребенка нету. Ни одного. Мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. А у меня 5 тюрем за плечами за Слово Божье. Меня в морозилках морозили. Что только со мной не делали. А я живой? Почему? Бог. Он спас меня для того, чтобы с вами встретиться. Нет, это вы сами спаслись. Нет, не так. Я утром помолился. Мы утром встаем в 4.40. И молимся 7 раз в день. С Богом. Я сказал, Господи, я захожу в это место разврата. В эту щадрулетку. Господи, дай доброго человека. Я не молюсь, не верующий в Бога. Но у меня все хорошо в жизни. В жизни без Бога не может быть хорошо. Нет, у меня хорошо. Я не молюсь, у меня все хорошо. Ну и как хорошо. Скажите, во сколько вы встаете? Во сколько встаем? Да. Ну, 7-8. 7-8. Мы встаем в 4.40. Уже разница огромная. Притом ежедневно. И в воскресные дни. И зимой, и летом. Все в 4.40. Чтобы утром помолиться, посчитать Слово Божие, пойти на работу. На работе у нас у всех отличные характеристики. Я вот верю в Бога. Мы как-то с атеистом едем в дорогу. Но я в 8 встаю, тоже нормально. Не нормально? Вы уже потеряли. Вы никогда не доживете до 80 лет. Сегодня статистика показывает, кто поздно встает, минимум уже почти на 20 лет меньше живет. Курящий на 12 лет меньше. Но я не курю, не пью. И занимаюсь спортом, и занимаюсь своими делами. Я этим же занимался, не курил, не пил, спортом занимался. Но мне очень много в жизни Бог давал. Я служил в ракетных войсках, в подводном флоте. И когда... Тогда 4 года у нас было служить. И говорят, пропащие годы. А я за это время изучил все политические системы мира. Подготовился в Институт международных отношений. Изучаю три языка сразу. И оказалось, в душе пустота. Пока в руки не попала Евангелие, не познакомился со Христом. И в это время Бог дал покаяние. И 57 лет я иду этим путем. Путем скорби и радости. У меня... А могли стать бизнесменом и еще кем-нибудь в итоге? Ну хорошо, кем бы я мог быть? Вот конкретно. Я веду занятия сразу в пяти университетах. И вот вызывает меня ректор, тут самый большой университет у нас технический, Барнауле, Евстигнеев Владимир Васильевич. И он говорит, Игнатий Тихонович, бизнесмены Барнаула обратились ко мне, чтобы я им дал преподавателя, чтобы их уровень поднять. Потому что мы, говорит, вышли в богатые люди, а образования не хватает. Ну я говорю, что ж, надо учить. Он говорит, а дело в том, что они вас избрали. Я говорю, как меня избрали? У меня же нет специального образования, и я просто самоуком все делаю. Не от вас. Но я с ними позанимался немного. Несколько, по два часа уроков. И проходит сколько-то. Я все преподаю в школе, 45 лет начальника детского лагеря, все бесплатно. Это у меня ничего нет. И он меня вызывает и говорит, вот пришло извещение, идите, получите деньги. Я говорю, за что? Ну, вы же этим бизнесменом вели занятия. Так я же разве за деньги? Получите, я пошел. Я таких денег не видал. Шестизначные цифры. Там столько. Я говорю, это не мне, нет вам. Я снова спрашиваю, я говорю, а по какой ставке? Как, профессор? Да какой же я профессор? У меня даже высшего образования нету. Ну, так определили. Так они мне чуть не Нобелевскую премию присвоили. Почему? Среди них, я верующий, оказался, что они ничего этого не знают. А я веду мировое искусство, а географию, историю. Любой вопрос отвечает. Посмотрите, я в 22 года уже популярный блогер с трехсот тысячами подписчиками. Сколько? Триста тысяч. Триста тысяч подписчиков? Да. Это означает, что проходящие. Триста тысяч никогда не будет, если это ваши друзья. Вы что-то интересное показываете. Идут женщины голые и сзади. Они взорвали интернет. То ли вместе пухнули, то ли еще полтора миллиона. Это лично мои люди. Вы не знаете никого. Теперь, я сейчас в рыбку выслалил. У него там просмотров 6 миллиардов. Практически земной шар. И что же там есть? Оказывается, в Испании они там танцуют. И в интернет. Чтобы людям показать свет. Чтобы они могли выйти из этой тьмы блуда. Дни дела угождения Богу, а другие угождения дьяволу. Итак, кто считает Слово Божие, кто покается, кто живет со Христом, дела его идут к небу. А остальное все книзу. Да, да, правильно. Потому что что тут делают? Мы человек, мы люди. Мы человек, говорю. Все одинаковые. Нужно верить в Бога, что Он спасает от греха пославную землю Иисуса Христа, Сына Божия. Он умер за нас. И поэтому мы, каясь, имеем прощение. Он наши грехи понес, ответил за нас. Мы для этого сюда пришли, чтобы людям показать путь. А здесь что попало делают? Процентов 50 голые, процентов 85 мусульмане. Самое все такое собрано было, жена неистовая. Правильно. А вы чем занимаетесь? Я занимаюсь спасением своей души и как врач помогаю тем, которые болеют грехом. Слава Богу. Ну, как же так? Я должен это делать? Потому что у нас прямая заповедь. Евангелие от Марка, в 16 главе написано, идите и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И мы услышим этот голос Божий, считая Слово Божие, и мы идем проповедуем. Мне часто говорят, а я другой веры, а я мусульманин. Ну, мусульманин-то тоже человек. Что ты, мусульманину Бог сказал, ты греши, иди, убивай, блуди? Да нет, конечно. У вас есть своя книга. И в этой книге написано уважать старших, быть верным. Там же не написано, что давайте развратничать. Это уже люди придумали. Молоденькие такие вот пацанята. А мы мусульмане, ну, лет по 10, матерятся. Я говорю, у мусульман, да чтобы к старшему говорили, да старший увидел, где он сейчас отодрал бы как следует. Они всегда уважали Аксакалов, Совет Аксакалов. Понятно как? Они мудрость искали. Вот мне Господь позволил написать 38 книг, 38 томов. И мы решили подарить библиотеке мира. И мы проехали, я живу в Барнауле, мы проехали до Владивостока, до Атлантического океана, Португалия, прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию, шесть мусульманских республик. И мы встречались с разными мусульманами, а в Баку ночевали в доме у Муллы. Мула это как у нас священник. Вы знаете, какие они грамотные. Он говорит на шести языках, а жена на четырех. А мы с женой давно переписываем, у них консерватория и все. Да нам позавидовать надо. По-хорошему, по-хорошему. Как они умеют хранить девственность. Вот у нас община отдельно зарегистрирована. Если вы зайдете, вы скажете, это мусульмане. У нас все одеты платок, как хиджаб. Два платка. Платье до полу. Мы очень строго на это смотрим. Поэтому нам все друзья. И врагов много, и друзей. У вас есть семья? Так. Ваша семья есть? Ваша семья. Вот если вы пожелаете зайти на наш ресурс, посмотреть, вы его найдете. Зайти написать канал во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Если вы... Игнатий Лапкин. Ага. Откроется. Это большой канал. У нас 17 300 роликов наших. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас никто не пьет. Ни одного матерного слова у нас нету. Это целая деревня. Маленькая правда. Жить для Бога, это, знаете как, беспроигрышно. Да, да, правильно, правильно. А вы сейчас где? В России? Да, это моя квартира. Это непростая квартира. Такой квартиры больше нигде в стране нету. Я точно могу сказать. Потому что за слово Божие я сидел в пяти тюрьмах. А когда освободился, был реабилитирован, как политзаключенный. А сколько билет сидели? Вот. А теперь я подал в суд, чтобы мне вернули, что отняли. А вернуть они должны были по полной программе. 11 миллиардов. Миллиардов. Это теми недоминированными. А у них нет ничего. И Бог дал такого судебного исполнителя. Она сказала, а сделать как КГБ в стороне? А ответственность пала на городскую администрацию. И она пришла в городскую администрацию и сказала, пока не рассчитайте Слабкиным и Игнатием Тихоновичем ни один бюджетник, ни учителя, ни врачи не получат ни рубля. И со мной тогда заговорили по-другому. Я говорю, давайте недвижимостью. И мы вот здесь, центральный район, рядом оп течет. Красивое место. И мне дали 13 соток и два дома. Приехал мэр города, сфотографировались, чтобы мэр города к каторжнику центральная газета печатала. Больше нигде этого нет. Это Бог так сделал. А он бывший коммунист. И мэр города входил в десятку лучших мэров России. Вот я все вспоминаю. А можно вам? А? А можно вам вопрос? Можно. Вопрос, можно? Можно. А вы читать умеете Коран? Коран, Коран. Наша книга. Вы умеете? Вот у меня, допустим, 38 томов вышло. И один том я посвящаю Корану. Разбираю его по сурам и аятам в сравнении с Библией, с житиями святых. Где об этом еще говорено было? Никаких нападок, ничего нету. Потому что мне Коран очень хорошо известен. Я с ним несколько лет провел. Я могу дать такие данные до одной буквы. Я спрашиваю мусульманин, а почему ты Коран не знаешь-то? Ну, это, знаете, эта книга толстая. Какая толстая? У нас Библия в 5,6 раза больше. В 5,5 раз толще. И то ее мы можем просчитать в течение, ну, месяца. А вы не знаете даже сколько. Я вам скажу, если по одному часу будете читать Коран, вам потребуется для этого 15 дней всего. 15 дней. И он говорит, неужели, ну, неужели, начинай считай. И тогда мы будем говорить. Я ваши не трогаю ни книги. У меня свое есть. У меня написано все. А ты смотри, сходится или нет. А то, у меня 81-й год. Ну, очень приятно. Вот так. У меня две голубятни. Я с голубями вожусь. Мне это интересно. У нас была такая статья в центральной газете, алтайской, заголовок. У злого человека голуби не живут. Вот и все. Я им доказал. А было у меня три голубятни, мы деревню-то строим. И даже зимой в комнате у меня небольшая голубятня делала. Они воркуют, чтобы слышать. Выводят здесь. Ну, тут я был в деревне, когда тут друзья пришли ко мне в квартиру, проникли. И голубятню мою выкинули, ковры настелили, все заменили, шторки. Ну, что сделаешь? Любовь. Я-то даже ролик поставил. Такие ковры ноги утопают. Я никогда так не жил. Я живу в простоте. Но они видят, что как я живу. У меня ничего нет. Один вот такой телефон. Я никогда не звоню. Не на что звонить. Мне только звонят. Я рассказываю, для чего. Я хвалюсь моим Господом. Как Господь меня любит. Провел по таким местам трудным. И я остался живой. Еще одной таблетки не съел. Мы надеемся на Бога. Господь, если воскрес для нашего оправдания, мы в это уверовали, нам заботиться больше не о чем. Только исполнять его заповеди. У нас нет врагов. То есть враги есть. Но написано, молитесь о врагах. И дальше. Любите врагов. Это так трудно. Врагов любить. Это такие заповеди Христос оставил нам. А вы сейчас сколько лет? Мне 81-й год. 81-й? 81-й. Да, да, да. Так учитывая, что я пережил, все со мной было. Меня в морозилке 13 дней держали. У меня и руки все едва шевелились эти годы. Там выворачивали это. Все было. И главное, что мы перезваниваемся с КГБ, поздравляем с праздником. Мне все по-хорошему. Следователь обратился. Следователь крещение принял. Я был среди мусульман. Меня отправили в Казахстан. Город Жанатас в Жамбульской области. Я ночью-то когда молюсь, а мне говорят, вчера уже 7 человек сзади становились молиться с вами. На колени. Так, Володя, ты еще собираешься и уходить уже? Нет, я топить пошел туда. Ну ладно. Так, хлопцы, если у вас будет желание встретиться, вы запишите два слова. Игнатий Лапкин. И в скайпе меня найдете. Я скину вам материалы сразу. А в ютубе тоже есть, да? В ютубе называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы там найдете же, когда мы были у Мулы в доме, какие беседы были, у нас все заснято. Ну, проехали мы 650 городов почти. Я в каждой библиотеке дарил полный комплект. А это 30 килограмм и метр сорок на полке. Каждый комплект с 38 томов стоит 750 евро. Это Господь сделал. Мы подарили на 32 миллиона рублей книги. Это Бог делал. Это у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Хорошо. Дядя, мы найдем. Да. Ну, все. До свидания. Вас как звать-то? Звать как?